По инициативе губернатора Тверской области с 12 мая принято решение о рекомендательном характере ношения масок для жителей региона. Гражданам предлагают носить их в общественных местах и в транспорте. На сегодняшний день это один из действенных способов предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Не случайно накануне майских праздников в регионе по инициативе Игоря Руденя стартовала акция по бесплатной раздаче миллиона многоразовых защитных масок. Ежедневно волонтеры раздают средства индивидуальной защиты в муниципалитетах региона на улицах, в местах с наибольшей пешеходной проходимостью и в автобусах. Тему продолжит наш корреспондент Наталья Чекет. Акция стартовала 30 апреля и за небольшой промежуток времени показала свою эффективность. Тверичане с благодарностью принимают маски из рук волонтеров и сразу же надевают их на себя. Все средства индивидуальной защиты многоразовы. Их можно постирать и использовать дальше. Каждая маска находится в индивидуальной упаковке, в нее вложена инструкция по использованию. И чтобы повысить результативность акции, к ней присоединяется все большее количество муниципальных образований Верхневолжья. Соответственно, на территории города Твери уже порядка 230 тысяч распространено масок. К нам присоединились и муниципальные образования Тверской области. Это и Конаковы, Ржев, Кимры, Лихославль, Торжок. Также к нам присоединяются Осташков, Бежицк. Всего планируется раздать один миллион многоразовых масок. И все больше волонтеров разных возрастов подключаются к этой акции. Одна из них девятиклассница Мария Николаева. Она уверена, что сегодня очень важно внимательно относиться не только к своему, но и здоровью тех, кто рядом. Я считаю, что очень важно помогать людям. И как-никак, помощь раздавать маски, это оказывает большую им помощь. Потому что люди в них сейчас нуждаются из-за проблем с масками. Люди реагируют по-разному. Желают мне добра, здоровья. Напомним, что режим повышенной готовности действует в Тверской области с 17 марта. Жителям и гостям региона рекомендовано соблюдать меры профилактики. Носить индивидуальные маски и перчатки, часто мыть руки с мылом и избегать мест большого скопления людей. Пожилые граждане должны продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки. А также для выгула домашних животных и выноса мусора. По заявлению губернатора Тверской области Игоря Руденя, для снижения ограничительных мер необходимо устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 на территории региона.